Итак, приветствую вас, друзья! Мы в прямом эфире, это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы на «Импакте» вместе с нами. Вместе мы влияем. Друзья, мы проходим этот период. Вы не ошиблись. Я снова вас поздравляю. Искренно и сердечно желаю вам обильных Божьих благословений. Много вам любви от Господа, любви друг к другу. Служите друг другу. И в этом уходящем мы анализируем уходящий, просматриваем наши пути, наши достижения, недостатки, упущения. Мы с надеждой, с верой, с упованием смотрим в будущее, в новое, в 2018. Почему? Потому что мы не одни, но с нами Господь. Это самое хорошее, что мы имеем. Надежда и упование. Мы не сироты. Но Бог наш Отец. Упование. Щит, защита, опора и твердыня наша – это Бог. Я люблю вспоминать эти слова Давида, когда говорит, с Богом моим восхожу на стены, с Богом моим поражаю войско. С таким Богом все возможно. И ничего не страшно. Поэтому, друзья, я предоставляю пастора Павла. Пастор Павел, приветствую. Приветствую, пастор Юрий. Моего друга хорошего. Спасибо за приглашение. Всегда, когда ты на влиянии, радует мое сердце, твое присутствие. Слава Богу. Поэтому ты всегда в духе, ты всегда в слове, ты всегда в молитве. И всегда ты более оптимист, чем пессимист. Да. Присоединяйся к моим поздравлениям, пастор Павел. Бог с нами, дорогие друзья, в эти праздничные дни, когда весь христианский мир празднует этот величайший праздник, величайшее событие, которое произошло в истории человечества, как пророк Исаия предсказывал еще за 600 лет до рождения Мессии, и что придет это время, ясно, понятно говорил, что владенец родился нам, сын дал нам. Нарекут ему имя чудный, советник, отец вечерства, князь мира, владычество на Раминаке. Это значит, он царь. Владычеству его нет предела. Иисус Христос, он царь сейчас духовного царства. И придет время, как пророк Захария сказал, что в тот день Бог будет царем над всей землей, что Иисус будет царем над всей землей. Он один и имя его едино. Не будет Америки, не будет Канады, не будет России, но будет одно всемирное царство. И все во всем это будет Христос. Как пророк Данил предсказал, что в одни тех царств Бог воздвигнет вечное царство, которого конца не будет. Царство, которое сокрушит все царства, а само будет стоять вечно. Поэтому весь рождение Иисуса Христа – это надежда. Да, на земле слезы, страдания, но мы говорим Эммануил. Нарекут ему имя Эммануил. Бог с нами. В Иисусе Христе Спасителя Бог к нам приблизился, стал нашим Богом, дает нам надежду, жизнь, что все изменится, все будет хорошо. Еще немного и очень немного, и грядущий придет. И неумедленно. Он жив. Наш Спаситель жив. Сегодня Он жив. Он не миф, Он не легенда, Он не просто история, но Он воскресший победитель царь, царей, Господь господствующий, грядущий в мир опять. Это нас утешает, это нас радует. Ярким свидетельством того, что Он жив, как ты говоришь, ярким свидетельством того, что сила христианства, истинного, подлинного христианства – это большая сила. Потому что за этим христианством, за этим обществом людей, под названием церковь, стоит сам Бог. Аллилуйя. Стоит сам Бог. И результатом того, что Бог делает через свою церковь, результатом есть на сегодняшний момент многочисленное количество церквей по всему лицу земли. Аллилуйя. Многочисленное. Сотни тысяч церквей, искупленных кровью Иисуса Христа, рожденных свыше евангельских христиан, которых я называю, евангельских христиан. Слава Господу. Сотни тысяч, миллионы последователей, как мы говорим, истинного, не лживого, не искаженного, но подлинного, правдивого христианства. И частью этой работы, частью, маленьким звеном является вот то, что мы сегодня с тобой делаем. Вот на импакте. Частью мы являемся, частью. Провозглашают сегодня, ну не сегодня, но на протяжении тысячелетий уже, а особенно в этот период. В этот период церковь проходит, а вот эти праздники, рождественские, новогодние. Что меня удивляет? Я как-то случайно на днях включил российское телевидение, ну там посмотрю, что там, думаю, творится. А вот. А там все, друг друга с Новым годом поздравляют. Я думаю, все с Новым годом. Думаю, обожди. Ну откуда вы такие? Ну это же тянется оттуда еще, от советского, бывшего, этого, нерушимого, в кавычках, Союза. С Новым годом. А говорю, а где же Рождество? Так научитесь-то поздравлять друг друга с Рождеством. Но уже шкануло в лету то, что вам запрещали. Потому что в Америке мы входим, Мэри Крисмас, Мэри Крисмас. Уже, как мы с тобой до эфира говорили, новое веяние повеяло, с новым президентом, везде Новый Мэри Крисмас. В магазинах, Рождество. Поют, аж захлебываются, так поют. Не холодно из Рождества. Мы пытались как-то это затушевать, сказать, что это неправда, что это миф. Но Иисус, как все люди, но нет, это Бог воплотившийся, это царь царей, это великий праздник. И очень приятно, что в Америке национальный праздник, выходной день, когда вся страна, люди не работают, но сосредотачиваются на этом дне рождения. Хотя мы не знаем точного дня, но сам факт, что Он был, что Иисус родился, Спаситель дан миру, Он празднуется. И я рад, что есть импакт. Раньше апостолы ходили с города в город, с деревни в деревню, там обувь снаживалась, все так это, таких больших усилий стоило. Но в настоящее время телевидение, спутники по всему миру, и Бог открыл эту возможность, русский язык, русское телевидение. У меня люди в церкви подходят, говорят, брат Павел, мы смотрим, импакт, смотрим, смотрим русское телевидение, это как бы один источник, есть много политических каналов, исторических, на разные темы есть направления. Их тысячи. Их тысячи. Но вот христианское, это самое важное слово, это самое важное вещь. И нас немного. Да, весть о Христе, весть о спасении, это свет средь тьмы. И вот есть телесканал импакт. Есть это слово, есть это весть. Среди тьмы, среди мрака, может быть, в немощи, может быть, не так вот все на таком уровне высоком, как мы говорили перед передачей, что Иисус так пришел в яслях просто, и Сын Божий не был таким, каким-то как людик, такой величественный, харизматичный, но не было в нем вида. Пришел к своим, к своим не приняли его, а мы думали, а мы так представляли. Вот так дела Божьи часто совершаются в немощи, невзрачно, незаметно. Кто-то, может быть, подумает, а что там, Юрий, там, канал импакт, да. Но вот Бог избрал тебя, как сосуд, дал тебе это ведение, открыл эти двери, я думаю, я знаю, что это стоит десятки колоссальных, тысяч сотни тысяч долларов, да. Но вот как-то Божий народ, как ты говорил, что церковь, это множество верующих, как тело Креста. И Бог Духа Святой нам дает это, поддержать, стать частью этого. Пастор Павел. И благодаря всем этим усилиям мы имеем этот свет, этот луч Евангелия, света, Слова Божия, которое по всему миру идет. Я благодарен Господу, ты являешься частью этого также. И множество наших партнеров, зрителей, те, которые на протяжении уже 13 лет. 13 лет. 13 лет. Хотя в телевидении в следующем году, в 2018-м, мне будет 20 лет я в телевидении. 20 лет мы будем праздновать. И это телевидение началось в Магадане, на Дальнем Востоке. В 51-м году моего отца, моего отца по этапу в Магадане, в бухте, в Магаданской бухте, его высадили с корабля, когда их всех узников, многих узников за Евангелие высадили там. Кто мог подумать? Это было в 51-м. В 51-м году. Кто же мог подумать, что спустя с 51-го по 98-й, Господи, помоги, 47 лет спустя, его сын с нашими служителями... От чресел магадамского зэка произойдет такое спасение мира, да? Мессия. Ну, это-то уже слишком. Так нет, я к чему. Его привезли в тяжелых условиях, их кораблем везли. Это ж тяжелейшие условия. Узна. Это ж сталинизм. Вспомни. Жесток, холод, голод, болезнь. Мы на Боинге 767, по-моему, седьмом приземлились мягко. Да, да, да. Нас встречали сразу на телевидении. Не с этого, но с другой Библией. Разве это не благодать Господню? Настолько, настолько Господь велик и добр. Поэтому, друзья, спасибо тем из вас, которые на протяжении многих лет являетесь частью этого служения. Частью. Я практически о деньгах не говорю, вы прекрасно знаете. Мы говорим раз в год, когда мы делаем фандрейзинг. Последний раз мы делали два года назад. Надо деньги? Надо большие деньги. Сотни тысяч долларов постоянно надо выплатить. Надо ли деньги? Надо. Но дабы непорицаемо было служение проповеди Евангелия и откровения, которые мы несем, мы практически не говорим о денег. Хотя надо говорить. Мне говорят наши братья, братюра, в церквах каждое воскресенье по несколько раз объявляют братья и сестры, жертвуйте, идут корзины, то, другое, третье. Но дабы непорицаемое служение, я стараюсь этого не делать. И вместе с тем, в преддверии Нового года и анализируя год уходящий, сердце благодарностью наполняется вам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможности поддерживаешь. Вам, друзья. ты знаешь, в прошедшем году, вот уходящем, где-то я посмотрел, что по возрасту ряд наших партнеров 93 года ушли в вечность, 87 лет ушли в вечность, но не менее десяти, не менее десяти семей, вот те, которые потеряли своих родных, близких, по возрасту. в основном по возрасту, хотя были еще в молодом возрасте, вот в нашем возрасте с тобой тоже ушли в вечность из числа наших партнеров, о чем мы скорбим и соболезнуем многим из вас. Но по возрасту, по возрасту, вот почему сердце мое по-особому было тронуто и анализируя, вот просматривая вот эти моменты уходящего года, наполняется сердце благодарность Богу и благодарность тем многим, вот которые ушли к Господу, ушли к Господу, но те, которые были частью этого служения своими финансами. Но дела их пошли вслед за ними. Дела Собирайте себе сокровища, Писание говорит, на небе, ни моль не истребляет, ни ржа, воры не подкапывают и не кратят. Где сокровища ваше, где сердце наше, там и сокровища наше. Если Бог наше сокровище, если Бог наше богатство, то и сердце наше там в Царстве Божьем, в распространении Царства Божьего, и мы туда влаживаем наши финансы. Да, да. Слава Господу. Пастырию, ты говоришь, что как бы не говорить о финансах, но в то же время я вчера прочитывал послание к филиппинцам, и апостол Павел говорит, что вы с первого дня сделались участниками благовествования. И он там как бы не унижает других, но говорит, что другие церкви, ни одна церковь не участвовала в нее подаянием. Казалось бы, ну как так, ну верующие люди, да ну вот не участвовали, вот не понимали. Может быть, не считали важным, ну там апостол Павел проповедует, Бог ему пошлет, да. А вот филиппийская церковь, они понимали, да, Павел проповедует, мы здесь, мы работаем, мы зарабатываем деньги. Но есть отдельные люди, которых Бог поставил, которых надо поддерживать, стать рядом надо. И апостол Павел, конечно, он надеялся на Бога, но в то же время он зависимый был от людей. Вот никто не участвовал, а вы участвовали, вы поддерживали, и он их благодарит, он говорит, Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе. Поэтому очень важно и для нас, дорогие телезрители, я знаю, у вас и у меня семьи, дети, внуки, множество своих, нуж есть. Но важно для нас также помнить, что дело Божие, оно тоже связано с финансами. И как в те времена, с самого начала, Иисус был на земле, написано, что ходили с ним ученики, женщины ходили, там перечисляются некоторые из родов, из царского рода, которые служили имением Христу. То есть были те, которые служили, были те, которые помогали, поддерживали. И я благодарю Бога, как ты говоришь, хочется благодарить. Хочется благодарить, что есть те люди, которые понимают, есть те люди, которые видят, есть те люди, которые небезразличны, которые от себя отрывают, жертвуют, может быть, чем-то, что-то не купили, что-то не прообрели для себя, но ради Бога понимают то, что спасение душ, Евангелие, Царство Божие, это важно, это сильно, это нужно, и тем более, как телевидение, это дорого стоит. И наша жизнь, она короткая, как ты говоришь, многие ушли уже, дела наши идут за нами, важно, чтобы здесь нам богатеть добрыми делами. Ты знаешь, от этих наших добрых дел будет наша вечная награда. Точно. И нет такой сиять, у одного будет, я представляю, сильно сиять, а у другого, так можно говорить, слабенького, мало добрых дел, спасая, но так как-то, как головня себе. Да доковылял, доковылял, я говорю так, что Господь даже не смотрит на величину, Господь смотрит на верность. На сердце. На сердце, на посвящение, постоянно. Подвязание. Я возьму на себя смелость, озвучиваю некоторые цифры, это с тем, чтобы поблагодарить Господа. Мое сердце было, оно было отягчено, потому что я как руководитель служения, круглосуточного. Представьте себе, что в прошлом месяце в бухгалтерии лежал, билл на 142 тысячи долларов за спутниковое телевидение. И надо было в течение... 142 тысячи? Тысячи, да. Ни гривен, ни рублей, долларов. 142 тысячи. И я уделился на днях с некоторыми, с нашими, что Господь и эту решил проблему. Это была серьезная проблема. Ну, 142 тысячи надо было отдать, отдай и не греши. Ну, не просто Господь с неба тебе утром пришел, там, 140 тысяч. Нет, нет. Это люди, это те, которые участвуют, те, кто... Это не бизнесмены. Не, 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 это верные, те, которые каждый месяц, кто-то может 20 долларов, кто-то 30 долларов, кто-то от своего СССР 10 или 15 долларов. Много старших людей, пожилых людей. Говорят, наверное, там Майкрософт или Боинг жертвы. Да никакой не Боинг, никакой не Майкрософт. Хотя справедливости ради и честности ради Майкрософт тоже там через наших братьев тоже, ну, частично помогает чуть-чуть. Слава Господу. Да, через наших братьев, которые там работают. Но, тем не менее, верные и посвященные. Поэтому у меня и у нас в служении это, это, это тройной праздник. Это и Рожиство, и Новый год. Господь, и это предусмотрел. А оно, знаешь, как бременем? Это не 10 долларов, это не 1000 долларов, это 142 тысяч. Друзья, и таким образом у нас это постоянно. На экране все красиво, правда? Смотрите, а ну-ка проведите, ребят. Братья так, молодцы. Целую неделю они здесь с утра до ночи работают. Все говорит о празднике. Да, да. О радости, о радосте. А за, а за всем этим стоят молитвы, стоят твои молитвы. Аллилуйя. Ряда служителей наших стоят наши молитвы. Мои молитвы, наших близких, моих родных молитв. То есть, нам есть за что Христа благодарить. Аллилуйя. Нам есть за что приходить. Поэтому в новой 2018-й, как я говорил в начале, мы ходим с надеждой, с упованием. Если тот, который сына своего не пощадил, но предал его за нас, как с ним не дарует нам. Если тот, который провел нас на протяжении 20 лет служения телеведения, 20 лет, а тебя в служении много лет проводил, в других категориях служения, в других областях, если Бог проводил нас, разве Он оставит нас в 2018-м? Да, никогда. Да, никогда не оставит. Никогда. Да, никогда. Написано, горы сдвинутся и холмы поколеблются. А там дальше, как написано, а милость твоя не отступит от тебя. Не отступит от тебя. Вот, какого Бога мы имеем. Пастырь Павел, вот смотри, наша жизнь с тобой, она не оценивается количеством лет, прожитых нами. Хотя это в какую-то меру является, ну, плюсом. Да. Это в наш плюс. Долголетие. Долголетие. Благословение. Но жизнь каждого человека, она оценивается приобретенным опытом, приобретенными знаниями, мудростью от Бога. Почему Моисей говорит в 89-м? Научи нас так исчислять, не наши. С годами. Да. Сердце мудрое. Мудрое. Рассудительность, разумение, откровение. Так вот, даже Христос сказал, не по возрасту их узнаете, а как? По плодам узнаете. По плодам. То есть, наша жизнь оценивается результатами, результатами, как мы говорим, опытом, измененным характером, преображенным разумом, умом, полученными откровениями. Так, как ты оцениваешь, вот в чем мы приобрели с тобой опыт в уходящем году? Какой опыт ты обрел? А ну-ка, в эфире прямой. что с возрастом, пастор Юрий, что, ну не знаю, я думаю, что все люди, которые чуть постарше стоят, что они мудрее стоят. Есть даже в мире такое высказывание, что мудрость созревает с возрастом. Сто процентов согласен. Чем старше человек живет, он жизнь начинает понимать не по теории, не по рассказам, не по воображениям, как он себя представляет, а как проживший. После 50-ти где-то, в основном, да? Как проживший, как написано, что священник должен быть, должен быть, во всем подобиться братьям, чтобы быть милостивым первосвященником и снисходительным проступком людей. То же самое я вижу и в моей жизни, что много пришлось пережить, пострадать. Я думаю, что это доля всех людей, которые на этой земле, мы страдаем, мы скорбим, мы плачем. Если сегодня хорошо, если одна скорбь заканчивается, другая приходит, ну, такая на земле жизнь наша. Но Бог с нами. И среди всех этих скорбей, когда мы уподобливаемся другим людям, сами проходим, мы становимся добрее, мы более понимаем, мы более сочувствуем. И я вижу это в своей жизни, что вот опыт жизни, опыт служения, мудрость, эти качества характера, которые Бог в нас вырабатывает, они более возрастают, более спелый человек станет, зрелый. Зрелый. Поэтому, как говорят, мои года, мое богатство. Мы богаты. И смотришь назад за все эти годы, что как будто я считал себя мудрым, но смотришь, как много я не так поступал, не так делал. Сейчас бы так бы не сделал бы. Мудрее стал, больше прожил. Потому что молодость, она много энтузиазма, много энергии, знания, но мудрости не хватает. А вот смотри, я... Детство, юность, суета, так написано. Я об этом... А Иоанн говорит... Горит тебе земля, если царь твой отрок, или юноша. Вот когда молодой человек, и он где-то управляет всеми. Горы. Ну, камерами пусть управляют. Они молодцы. Братья наши камеры, за камерами хорошо стоят. Но смотри, даже Иоанн говорит, я написал вам, отцы, потому что вы, что? Познали. Познание приходит, истинное познание, углубление и откровение, глубина откровения, она приходит отцам все-таки. То есть это мы с тобой не с потолка взяли, о чем мы беседуем. Да. Вы познали. То есть приходит, как ты верно говорил, приходит и полнота, полнота откровений. Может быть, и... Мужание, зрелость. Или возраст приходит, духовный возраст. Да, да, да. Я написал вам, отцы, потому что вы познали. Вы познали. Поэтому познание, оно не приходит ниоткуда. Приобретенный опыт, да, как я говорил в начале, который выражается, приобретенный опыт, он выражается в чем? Им в характере, соответственно, соответственно. Если в молодом возрасте мы могли еще позволять себе, вот, ну, такие телодвижения, да, потому что вот энергия, молодость, сила, крепость, так уже смотришь, глазами с высоты, как мы говорим, птичьего полета, с высоты нашего возраста, и говоришь, я бы уже так не сделал никогда. Не сделал. И так бы я не сделал. И смотришь на зачастую на энергию, энтузиазм, такую прыть, молодую прыть нашей молодежи. И благословляешь их. Ну, делайте, Бог да благослови, но, но, видишь, что, слушай, вот это уже, это чрезмерно. Разумно было бы, если бы прислушивались к старшим, не делали бы ошибок. Но цикл жизни повторяется, и я был молодым, помню, мне папа говорил, мы папа служителем был тоже в церкви, и он мне многие вещи говорил, и я, сказать, спорил с ним, не соглашался с ним, но сейчас сожалею. Хорошо было бы мне прислушиваться, но пока не пережил, пока не прошел, если не одним путем, то другим, но дошло. Вот, и так и молодые люди часто, они слушают своих ровесников с такого же уровня, да, но важно, когда есть наставники, когда у Иисуса Навина был Моисей, когда Тимофей служил апостолу. А Елисей имел Илью. Илью, да. Вот это важно, когда есть вот эта связь между старшими и молодым поколением, и молодые слушают старших. Не говорят, а вы старые, вы не знаете, мы все по-новому, мы знаем. Это цель дьявола, вот это разделить, отделить отцов от молодых, и тогда он их толкает на многие ошибки. На многие ошибки, и со временем, с возрастом, Бог же все-таки не оставляет, но доходит к людям, как-то в конце доходит, все равно доходит, что по-другому надо. Вот, но хорошо, когда есть отцы, и молодые, они слушают, они почитают, они видят мудрость. Вот не все же в апостоле Павла видели, ходили, Димас оставил, а сиськи оставили, те ушли, а Тимофей, как сын отцу, служил, одил, страдал, вот, уважал, почитал, тогда, может быть, Павел был, как мы с тобой сейчас сидим, но мы сейчас уже, как в историю смотрим, апостол Павел был, это величайший человек в истории Нового Завета. После Иисуса Христа, 2-3 Нового Завета написал. Откровение, устройство новозаветной церкви, что ему Дух Святой открыл, а к никому другому. Он обладал это чрезвычайно все откровение. Казалось бы, как можно оставить? Ну вот оставил, ушел. Бег дел, апостол Павел, речь его незначительна, тоже видно, не был такой привлекательный, сильный. Невежда в слове, он говорит, но не в познании. Он в посланиях строг, силен, а лично он слабый, он такой, так говорили Павел, но не все так понимали. Поэтому очень важно, чтобы молодые, они почитали старших. Даже в семье, когда дети почитают отца, почитают мудрость отца, матери, прислушиваются к матери, к отцу, который любит детей, который все для детей, самого лучшего желает им и видит, что дети не так поступают, это очень печально для родителей. Но если дети прислушиваются с уважением, с почтением, в этом и благословение. И будет тебе благо. Точно. Почитай, уважай. Твоя мать, твой отец, это не сосед, это не друг, это не сотрудник, это мать, которая родила тебя, это отец, который тебе жизнь дал. И Бог очень смотрит на это, как дети поступают к родителям. Ты знаешь, пастор Павел, если есть это почитание, даже если написано в притчах Соломона, даже если оскудеет твой отец умом своим, почитай, это отец твой, не пренебрегай, не унижай, не оскорби отца или мать, но люби, заботься, проявляй попечение, и Бог это видит, и будет тебе благо. Что? Добро придет в твою жизнь. А если нет, не будет добра, будет хаос, будет беспорядок, неустройство, проклятие придет, потому что не почитал отца и мать. Вот недавно мы возвратились из Кореи, что я почерпнул, не последний раз, но пару лет назад, когда мы первый раз были в Корее, что я почерпнул, это настолько удивило и не только меня, что я частично начал практиковать это в своей жизни, и начал рекомендовать эти рекомендации корейцам для нашего народа. Смотри, что они делают. Десятина они отдают на служение, десятина. А десятину отдают своим родителям. Ты знал об этом или нет? Ну, слышал. Услышал. Может быть, в эфире. Пастор из Кореи у нас... Говорил об этом? Говорил, да, что у них такой порядок, так они воспитывают молодых людей, кроме церкви, десяти процентов они дают родителям. А я задаю им вопрос. Так ваши родители в большой нужде? Нет. Говорю, так им нужны деньги? Нет. А зачем вы это делаете? А он мне говорит, молодой дочь, это мне надо. Это не родителям надо. Это мне надо. Я так посмотрел, думаю, смотри, какая мудрость. То есть, ну, надо родителям или не надо помогать? Ну, надо, там, понятно. Но это мне надо. То есть... Благословение. Благословение. Обретаемое благословение через то, как я отношусь к своему родителям. И я думаю, как это здорово. Как здорово это. Но если мы начнем это практиковать, может, мы двойную порцию, тройную будем получать благословение. А ну-ка, если твои дети, пастор, эту программу, ты запиши или через YouTube... Покажи им, да? Покажи твоим детям. Если вы хотите иметь благословение, это я не только для твоих детей, для всех. Если вы хотите иметь благословение, а вы хотите иметь благословение, приобретайте и обретайте и практикуйте, упражняйте это благословение через ваши десятины вашим родителям. Это сильная мысль. Так вот... Помогать родителям. А как же? Даже если, может быть, и не надо. Конечно. Я не то, что похвылюсь, но в начале этого года мой зять, сын, сан-ин-лог, зять мой, я никогда на Гавайях не был. И не очень сторонник всех развлечений, как мода такая стихия. Там Гавайи, Мексико, там где-то едут на Ист Коус, на эти острова там какие-то там. Едут. Вот. Ну и не был, и не тянет. Но вот в начале этого года зять говорит, папа с мамой, вы не были там, говорят, на Гавайях. Мне даже это слово неудобно говорить. Говорят, вот мы вам взяли билет на неделю, и там все, за гостиницу, за самолет, за все заплачено. Все. Вот вы только время возьмите, и вот поедете, отдохните. Отдохните, да. Я говорю, не надо, мы не хотим вас обременять. Папа, мама, вот билет, уже все, уже поздно что-то решать. Вот вы поедете, и мы поехали. И мне приятно, не то, что я не искал этого, и даже и не хотел как-то, не хотел детей обременять. Но приятно то, что дети, они уже взрослые, начинают зарабатывать, и проявляют заботу. Видишь, если нас молодые люди слушают, ну, это ваши папа и мама, возьмите их в ресторан. Вот, может быть, там машина уже ломается, отремонтируйте, или один брат к мне подошел, старик, говорит, вот дети мне машину купили, новую, новенькую, говорит, от дилера, ключи дали. Здорово, здорово. Вот, ну, вроде бы такое, да, но вот, это нормально. Милость, но приятно. И сердце родителей открывается, они благословляют судьбу детей. Я верю, когда родители благословляют детей, это имеет смысл, когда есть расположение, и ты благословляешь свое, свое дитя, вот, располагается сердце. То, слава Богу. Когда, думаю, что сегодня мой отец не смотрит эту программу, когда я приезжаю к родителям, перед тем, как я еду к родителям, я заезжаю в русский магазин, на пересечении, это не в целых рекламы, но скажу какой, там вкусные конфеты, на пересечении Элкорн и Валерго, там есть русский магазин. Так вот, я беру самые вкусные конфеты, и немало беру. Он любит конфеты. Папа любит конфеты. 80, сколько ему, 86? 86. Он любит вкусные конфеты. Я беру не дешевые, не по доллару, не по доллару. Я беру самые дорогие, потому что это же я отцу беру. Это же я отцу беру, который жизненно воспитал меня. И набираю немало. Как Христос сказал, там написано, поедино бери немало. Вот это не Христос, это в Старом Завете пророк сказал, сосудов набери немало для вдовы. Так вот, и я вижу, что отцу это приятно. Мама, мама говорит, сынок говорит, ну вот Саша здоровье такое, ну зачем столько? Я говорю, папа, то есть мама говорит, ну любит он. Видишь, как любит конфеты? Вкусные и хорошие конфеты. Так вот, я к чему? Пастор, на днях мы говорили с кем-то из пасторей. Это я в тему. Что родные наши, близкие, это самое дорогое и близкое, и кровное, что у нас останется. Есть друзья, близкий круг друзей. Они могут меняться. Человек или переехал, или в другую церковь поменял, или в другой штат переехал, или по каким-то другим объективным, или субъективным мотивам, независимо всего. Мы меняем круг друзей. Может быть, пастырь поменяется, может быть, диакон поменяется, лидер поменяется. Ну, это же цикл жизни, как ты говоришь. Но самое родное, то, что с нами, это через года, через десятилетия, это до самой старости, это кровное. Это кровное. Это кровное, это родное. Почему? Поэтому для... Друзья, мы желаем, вот как служители Евангелия, мы желаем вам, вот в следующем году обретайте такого рода благословения от Господа. Если, может, вы ущемляли в чем-то друг друга, а может быть, недооценивали, а может быть, пренебрегали этими моментами наставления, о чем мы говорим? Пусть следующий, 2018-й, он будет лучше, чем уходящий. Он будет лучше, чем уходящий. Потому что... Спешите делать добро, как говорится. Звонит мне одна мама и говорит, братюра говорит, как бы я хотела, вот если ты будешь там у нас, чтобы ты встретился с детьми. Они уже, им за три, уже около тридцати. Я говорю, с удовольствием. В одном из штатов. А вот, ну, я собираюсь там быть. Говорю, а в чем проблема? Ну, говорит, хорошие дети. Но, говорит, говорит это, находит времени для всего. И для церкви, и для друзей, и для пари, и для этого. А как бы мы хотели, они уже в годах родители, как бы мы хотели, чтобы они, ну, с нами проводили время? И мы их просим, мы их говорим. Может, вы, на них, вы для них авторитет. Ну, она мне говорит. Я говорю, я сделаю это с превеликим удовольствием. Я сяду и скажу, знаешь что, молодой человек, а ну-ка, исправляйся. Твоя ж мать, она ж тебя любит. А ну-ка, возьми резолюцию в следующем году, что ты будешь почаще с родителями проводить. Маме позвонить, отцу позвонить. 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 Как дела, как здоровье, да. Я со скорбью, не буду говорить имя этого человека в одном из штатов, но это мой близкий друг, ему 80. Близкий друг. Меня, почему-то все, мои друзья, это... Постарше. Ну, всегда было. Это так с 15 лет было. Поэтому с 15 лет мудрость приходит. Ну, возможно. Со слезами. Мы с ним общались и общаемся. И это со слезами мне говорило. Со слезами. Просто в прямом смысле этого слова. Не так давно. Говорит, братюра, говорит, моя детвора, у него девятеро, девятеро, за исключением двоих. Но семеро, говорит, раз в год, если я, говорит, получу от его звонок, это очень хорошо. Раз в год. Раз в год, если я получу, если я, говорит, не позвоню и не скажу. Дети, ну, мне же 80 лет. Говорит, никогда не позвонят. Никогда. И ты думаешь, что я недавно сделал? Что я недавно сделал? Бог так сделал, что мы оказались вместе. Слава Богу. Бог так сделал. И один, и второй, и третий, и четвертый. Как орлы стоят. Красивые, здоровые. Я говорю, знаете, что у хлопца? Да вам, вас за уши мало отодрать. Говорю, не обижайте отца. Это же, говорю, это, это Божий человек. Божий человек. А ну-ка, чтобы вы исправили эту ошибку. Обязательно исправьте ошибку. Это тот, который жизнь вам дал. В молитвах постоянно. Постоянно в молитвах. Я же знаю, я же не с потолка это беру. В молитвах постоянно. Постоянно. В молитвах. В постах. Я это вижу, я это знаю. Потому что мы друзья. Так вот, друзья, это я так один пример, а таких можно массу примеров приводить. Вот, если частью этой беседы нашей будет то, что кто-то примет решение, скажет, слушай, а я исправлюсь. Точно смотри. В этом я ошибку делал. В этом недостаток мой. В следующем году я... Позвоню. 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 Заеду. Конфет куплю. Конфет куплю. В ресторан возьму. Постоянно. Я буквально пару дней назад был с одной женщиной, врач. Да. И она про меня разговаривает по-английски. Разговаривает. Я понял, что она с отцом разговаривает. С отцом. И когда она закончила, и я ей говорю, очень приятно, очень почетно, honorable по-английски, почтительно, что ты женщина, врач занятая, и ты с отцом разговариваешь, и ему такие приятные слова говоришь. Она говорит, а я это каждый день делаю. Он уже старенький, и вот сегодня солнечный день, хорошая погода. Я ему позвонил, а папа, выйди на улицу, прогуляйся. Она говорит, я это каждый день делаю. Я нахожу, это мой папа, он мне жизнь дал. Я слушаю, я так думаю, что она не верующая, я не спросил у нее. Да, конечно. Но она такое говорит, ты смотри, какие есть люди. И другие есть, есть, которые вот печально, это к стыду даже. Вот дети, отец в преклонном возрасте, и не найти время, ну я не говорю, каждый день, ну раз в неделю хотя бы, позвонить, папа, как дела, как здоровье. Поддержать, доброе слово сказать, не текст месседж, не слова, словесное сказать, это очень нехорошо, если так делать. И я говорю, пример такой, что как неверующий человек, и она говорит, я папа каждый день, это мой папа, он уже старенький. Пастырь Павел. Слава Богу. Слава Богу. Вот, что год грядущий нам готовит? Что ты видишь, чего ты ожидаешь, ожидаешь в духовном мире, в атмосфере духовной, в невидимом мире, что год грядущий нам может готовить, какие Господь дает откровения, ожидать ли нам лучшего, ожидать ли нам просперити, много успеха, финансового процветания, или все-таки для церкви последних дней стоит готовиться ко всему? А ну-ка. Пастырь Юрий, что я вижу, в нескольких словах сказать, вот, особенно за прошедший год, год президентства Трампа в Америке, показал, насколько силы в Америке, и не только в Америке, но это глобальные силы, люди, которые контролируют финансы, которые планируют будущее, как бы, земли, планеты, общества, насколько эти силы, они сильные, насколько они злые, вот за этот год показалось, вот постоянно идет борьба, чтобы снять этого президента, потому что он встал на сторону христиан, он говорит Merry Christmas, он поменял законы, которые не очень в пользу христиан были, и эти силы, они очень мощные, глобализм, разврат, вот эти силы, они направлены на то, чтобы силы политические, я имею в виду, власть имеющие люди, они хотят, как бы, развратить общество, узаконить гомосексуализм, разврат, однополые браки, перед Новым годом, сейчас ведущие каналы, как CNN, это всемирные каналы, рекламируют, что один написал книгу такую, для детей, для маленьких детей, и что Дед Мороз и его жена, два мужчины, и открыто говорят, что Дед Мороз, он, не хочется это слово даже говорить, что он этот человек такой, он мужчина с мужчиной, гей, говорят в Америке, и они детям написали такую книгу, и канал центральный, на весь мир, рекламируют это, и говорят, что ну да, ну да, это на один уровень ставят, мужчина и женщина, которые родили детей, семью, и живет мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, такие низкие моральные, они их узаконивают, они навязывают их, страны, которые не принимают эти понятия, трансджендер, однополые, разврат, они просто навязывают, или если вы не сделаете, как в Европе, страны, как Польша, ты знаешь, другие страны, они противятся, не хотят этого, говорят, нам этого не надо, у нас семья, у нас традиционные ценности, это чуждо, они экономически давить начинают, и эти силы очень большие, очень, время идет тому, и я вижу, что эти силы, или forces по-английски, они против христиан, зажимать христианство, кресты убирать с публичных мест, все символы христианские убирать, Merry Christmas уже, если бы не Трамп, уже Happy Holidays, нету Christmas, это оскорбляет, другие люди, христианство на низ, а другую религию, которую мы считаем ложной, поддержи эту мысль, Ислам, они как бы ее толкают, везде Ислам, Исламизация Европы, Исламизация Америки, по фривейу едешь, такие билборды, Ислам, там, позвоните по такому номеру, больше хотите узнать про эту религию, время тяжкое, время к тому идет, что Иисус сказал, что будете ненавидимы по всему миру за имя Мое, чуть-чуть политическая ситуация изменится, не станет Трампа, дай Бог, чтобы он второй срок был, но изменится, время идет к тому, что нас будут гнать, и для нас, христиан, важно на стражу жизни стать, бодрствовать, укрепляться в благодати, молиться, друзья, в последнее время идет большая духовная брань, кроме того, обольщение религии, Иисус сказал, первый признак в последнее время, чтобы кто не прессил вас, есть большие общества, христианские, как будто в креста верят, но проповедуют ложную благодать, что благодать это что-то такое, что можно грешить, Бог добрый, Бог любит тебя, смешивает правду с неправдой, и человеку остается жить греха, Бог хороший, Бог принимает так, так, как я есть, сове затвердевает, и люди, как бы христиане, зовут Господи, Господи, а не делайте то, что я говорю, живете по плоти, живете для себя, живете в грехе, не каетесь, не освящаетесь, не распинаете свою плоть, а зовете Господи, идете в церковь, и людям нравится такой месседж, когда не обличается грех, когда не говорится, и многотысячные, особенно молодые люди, идут, наводняют, выбирают себе таких, написано, будут избирать себе учителей, которые сили бы слуху, ставят таких молодых, неопытных, не знающих, и идут молодые люди, и тысячи, большие общества, я вижу, что это дух обольщения, если мы, дорогие телезрители, христиане, если вы смотрите, не будем бодрствовать, эта форма обольщения, она настолько тонкая, настолько незаметная, настолько обольстительная, мягкая, привлекательная, такие люди говорят, приятно говорят, аудитории большие, как будто Библию знают, если у нас не будет этой остроты орлиной, от Духа Святого, от благодати, мы попадем, мы для нас, мы потеряем контраст, мы потеряем резкость, и попадем, пойдем за толпой, за множеством, как все, так и я, и в конце можем называться христианами, называться верующими, погибнуть, потерять вечную жизнь, время тяжкое, на земле уныние, смятение, проблемы, политические войны, и терроризм, одни проблемы заканчиваются, другие еще больше появляются, на земле такая жизнь, пока не придет Христос, рождение которого мы празднуем, и на земле установит свое вечное царство, тогда все кончится, а на земле здесь такое все идет, стихи, трудности, скорби, переживания, поэтому для нас очень важно, как никогда, время приближается, ближе, ближе к концу, мир в смятении, в страхе, что будет, как будет, люди, но Иисус дал нам надежду, мы не боимся, мы не страшимся, Бог с нами, Он одеснует нас, Он не покинет, Он не оставит, Он проведет, но для нас очень важно, не позволить, чтобы суета, забота житейская, обольщение богатством, заняли нашу жизнь, чтобы у нас не было время молиться, читать Библию, укрепляться в благодати, творить добрые дела, не позволить, но прилагать все старания наше, делать более и более твердым наше звание, избранное, мы тогда устоим, но если мы, как тот безрассудный строитель, как будто верующий человек, строит духовную жизнь, но безрассудный, на поверхности, как попало, как-нибудь, налягут, напрут эти штормы, эти буреземные, эти обольщения всякие, и упал, и падение его было. Весьма. Бог не хочет этого падения, Бог хочет, чтобы вы и я, чтобы мы были мудрыми строителями, строили свой дом на камне, на основании, на евангельском учении, не на, не все религии, мой мальчик, 11 лет, пришел со школы, и говорит, папа, нас учат такое, там, про буддизм сейчас, вот, про Буду, про пророка, там, про ислам, про другие религии, и наряду, и христианство, ну, как бы, все религии, вот, и христианство, одна из религий, я говорю, сынок, это все ложные религии, христианство, это не одна из религий, это, ой, единственная вера, Иисус сказал, я путь, я истинная жизнь, нет другого имени, нет другой религии, ни Будда, ни Мухаммед, ни Матерь Божия, ни Джозеф Смит, ни Елена Уайт, вас не спасет, только Иисус, одно имя, под небом данные людям, одна вера, это христианская, никакая другая вера, это один путь, одна вера, одно имя, я спаситель, и другого нету, кроме меня, как важно для нас устоять, вокруг меня, на расстоянии одной мили, в радиусе, мусульманский храм, мормонский храм, адвентисты, католическая церковь, Матерь Божия, спаси их Бог, я не хочу, сколько красивых церквей, располагающих, приглашающих людей, как понять, в какую церковь идти, друзья, если мы не будем бодро стать, мы можем пойти, куда попало, там, где красивее, там, где более организованно, где все так, вид такой хороший, храни нас Бог, чтобы нам начатую жизнь сохранить до конца, и не подпасть в одной участи с неверными. Настолько дьявол, настолько он хитер? Очень хитер. Очень хитер. Если бы он давил на нас открыто, прямо, гонениями, убийствами, притеснениями христиан, преследованием, ну, было бы все понятно, а так оно идет все настолько хитро спрепченное, перепрепченное, оно настолько коварное, лукавое. Изгибающийся леофан. Дни лукавые. Дни лукавые, это означает, как лук, 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 он как выгнутый такой, изогнутый, то есть и такова наша сегодня действительность. Такова наша действительность. Смотрите, выступает, может быть выступать на каком-то канале, на каком-то медиаресурсе, выступает якобы, в кавычках, христианский лидер. Реверент называют, пастор там, Бишоп называют. Но ты видишь, какую ахинею он несет. Настолько далекое от Писания. Смешались кони люди. Черное с белым смешалось. Когда черное мешается с белым, получается мрак. Это мрак. Это мрак. Это настоящий мрак. Когда белое смешается черным. Есть белое, есть черное. Есть свет, есть тьма. Есть свет, есть тьма. И вот это вот изворотливое, вот это хитрое, вот это лукавое, оно настолько, оно настолько, оно настолько... Прелестительное, завлекательное, приятное для глаз, для уха. Да, да, да. На вид. Если человек не может различить, не может правую от левую руку различить, он не может, что такое хорошо, что такое плохо различить, настолько легко попасть в эту западню. Вместо того, что держать лицо как кремень, есть одна истина. И ничего, кроме истины. Есть один Господь. И никого, кроме Господа, нашего Спасителя Иисуса Христа. Есть одно Писание. Есть одно. Есть один фундамент жизненный. Жизненная креда. Наша парадигма. Наша парадигма. Это то, на чем стою, как говорил некогда Мартин Лютер. Это то, на чем стою. И не могу иначе. Совершенно верно. Я в тему. Ты говорил насчет Част Тайм. У нас есть программа Част Тайм. Это новости каждый вечер в 10 часов, в 3 часа дня и каждый вечер в 10. Однажды смотрю Част Тайм и ведущая, одна из ведущих Част Тайм имеет гостя, собеседницу. Она оказалась к моему величайшему изумлению и удивлению, думаю, что это происходит у нас на импакте. Она оказалась защитница прав гомосексуалистов. Украинка с Украины приехала в Америку, в Вашингтон-Ди-Си, это программа. И она здесь, видите ли, ищет сторонников. И у нас на импакте заявляет, вот говорит, вот эти многодетные семьи, говорит, русских славян, многодетные, они претендуют на то, что вот типа вот так образно обобщают, они претендуют на то, вот что вот что это они там рожают. Вот. А мы выбрали другой путь, и она насчет этих, начала снова насчет этих многодетных семей, хи-хи-хи, ха-ха-ха, вот смотрите, меня это так задело, пастор Павел. Возмущению моего не было предела. После эфира я набираю телефон, на мобильный телефон Мирославы Гангадзе. У меня есть мобильный телефон, да. Она ведущая. Она не просто ведущая, она руководитель полностью. Это жена бывшая Гангадзе, редактора, убиенного, да, убитого. И я говорю, Мирослава, если еще раз такое на импакте, я выброшу эту программу из эфира. И ее больше на импакте не будет. Как она могла себе позволить, да у нас многодетные семьи, я из многодетной семьи, наши все семьи многодетные, это правильно, это нормально, и это по писанию. Я выброшу, даже не задумываясь, ни мгновение, если еще раз такой гость у вас будет в эфире. То есть, я к чему? И мы видим, оно, знаешь, оно вот такое, оно залазит, оно вот, и сидит неискушенный человек, молодой человек, который не может отличить правое от левого, белого от черного, и он сидит, думает, а точно, смотри, какие многодетные ха-ха-ха семьи, да зачем это мне? А она такая грамотная, понимающая, она правильно говорит? Да, да, да. Это не она, кстати, была в эфире, не она была, ну я к чему? Да, да, она ответственная. Да, она ответственная. Так, насколько мы должны быть, пастор, кто о чем ты говоришь, начеку, насколько, почему Писание говорит, и что говорю вам, Христос говорит, говорю вам, бодрствуйте. Вот настолько это мощное и емкое слово. Мне настолько нравится это слово бодрствуйте, я как-то исследовал значение этого слова. В расширенном понимании это бодрствуйте, это смотрите открытыми обоими глазами. Это означает слово бодрствуйте. Другой смысл, не прищуривайтесь одним глазом, потому что можно один глаз закрыть, прищуриваться, и одним глазом, а одним уже топнут, и слабо видишь. Да, да. Видишь у людей как деревья, как мне когда сказал этот, которому Христос прикоснулся человек. Да. Вот пока не было второго прикосновения. И говорит Христос, а теперь что видишь? А теперь вижу ясно. Для многих людей надо вот это второе прикосновение. Ясность. Потому что первого прикосновения может быть недостаточно было. Надо еще еще одно прикосновение. А может еще покаяние. Может это прикосновение в виде покаяния. Обращение снова от мертвых дел к вере живого, к вере в Бога живого и истинного. И поэтому бодрствуйте. Это не прищурившись. Это не защурившись. Это не закрыв глаза. Это смотрите оба. Смотрите прямо. Смотрите ясно. Видите ясно. То есть бодрствуйте. Это то, к чему нас Господь сегодня призывает. Поэтому видите, друзья, мы можем радостно, красиво, приятно говорить о приятных вещах. Вместе с тем в этот период новогодних, рождественских мы должны акцентировать внимание общества, внимание друг друга, предупреждать, наставлять, доколе есть время написано, доколе есть время наставлять, увещевать. Ох, как это неприятно. Ох, как это. Хотелось бы говорить все такое, все процветание, все хорошо увеличение, все хорошо умножение. Хотелось бы. Но вне Писания, вне предупреждения, вне покаяния не может быть и процветания. То есть один и единственный путь для того, чтобы обрести милость и благодать у Господа, как некогда Мария обрела. Это все-таки служить Господу. По-настоящему, по-серьезному. Служить Господу так, как служили наши родители, так, как герои веры прошли через это. Вот так служить Господу. И Господу это очень нравится. И Господь вознаградит. Господь вознаградит и долголетием. Господь вознаградит и благословением. Господь вознаградит и откровениями. И всем падут под для тебя тысячи и десятки тысяч и десятки знаменитый девяностый псалом. Но к тебе не приблизится. Падут под для тебя и тысячи и десятки. И мы это видим на собственных глазах. И история церкви видела это через свою многовековую историю. Тысячи падали, десятки тысяч падали, а к тебе не приблизится. А мы встали и стоим прямо. Ибо ангелам своим заповедуют о тебя. Охранят тебя. На всех путях твоих да не приткнешься о камень ногою твоей. Пастор, пожелание. Пару слов и мы уйдем из эфира. Пожалуйста. Я прочитаю один стих из Библии. В седьмой главе написано так. Четырнадцатый стих пророка Исаии. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы во чреве примут и родят сына и нарекут ему имя Эммануил. Пророк Исаия предсказывал наперед, что это произойдет. И мы знаем, что это произошло. Все сие сбылось, как говорит Писание. Дева родила сына. Нарекла ему имя Эммануил. Эммануил это значит Бог с нами. God is with us. Это наша великая радость в этом. Бог в Иисусе Христе стал человеком. Приблизился к нам. Стал как мы. Стал нашим спасителем. Воскрес из мертвых. Восседает Одесную престола величия на высоте. И мне хочется оставить вам, дорогие телезрители, эти слова, что Бог с вами. Бог любит вас. Бог не покинул вас. Бог долго терпит. Бог милует. Бог прощает. Бог есть наш небесный Отец. Написано. Отец на реку имя. Отец Вечности. Земные наши родители стареют, умирают. Моего папы уже нет. Но вот у нас есть Отец Вечности. И Он будет с нами. Он всегда. Он не умрет. Он на руках нас несет. Он нежно любит. Он заботится. Он воспитывает нас. Он поддерживает. Через Иисуса Христа Бог стал нашим Отцом. Мы стали Его детьми. И осталось 20 секунд. Да. Эммануил Бог с нами. Пусть эти слова Бог с вами. Бог с нами поддержат нас. Спасибо, Пастор, как и всегда. Господь благословит. Спасибо, друзья, что вы с нами. Оставайтесь с нами на импакте. Сус Христос весьма и много любит вас. Мы также любим вас. И будьте благословены. Всего хорошего. Сус Христос Сус Христос